Авторадио Магадан, 103FM Как и обещали у нас гость, мэр города Магадана Юрий Фёдорович Гришан. Здравствуйте! Да, здравствуйте, Татьяна, и добрый день, Магадан. Наши фирмы открыли новой композиции «Рады рай». Не просто так. Ну, во-первых, у нас у всех праздничное настроение, у нас у всех праздник, день рождения любимого города, нашего, вашего, и такой вот подарок от «Рады рай» всем нашим Магаданам. Рады рай вообще, она просто молодец, она настолько патриот города Магадана, она всегда с нами, она всегда легка на подъем, и мы с ней были на пятилетие крымской весны в Евпаторе, это наш город-побратим Магадана, она там вообще просто публику подняла, это был как бы музыкальный подарок Магадана на пятилетие крымской весны жителям города Евпаторе, и, конечно же, мы ее ждем в Магадане на наших праздничных мероприятиях, и она нам вживую исполнит эту замечательную композицию «Ты сердце мое, Магадан». Так что праздник наступает, да. Ну, к празднику и гостям, которые к нам приедут, предлагаю вернуться чуть позже. Эфир хочу начать, ну, достаточно с актуальной темы. Вчера, наверное, все смотрели прямую линию президента, очень много было вопросов задавалось, все они разные, и все они, в общем-то, объединяют регионы теми проблемами, которые существуют. То есть в одном регионе эта проблема, она где-то и в другом актуальна. Одна из проблем здравоохранения – это нехватка специалистов разных. Да, характерная для Магадана, Магаданской области совершенно. Можно ли все-таки как-то решить эту проблему? Решится ли она вообще когда-нибудь? Ну, вообще проблема нехватки кадров не только в здравоохранении для Магаданской области и города Магадана – это такая многогранная, многоотраслевая проблема. Не хватает и учителей, и работников дошкольного образа, не хватает строителей, не хватает продавцов, кого только не хватает. Это связано с тем, что город Магадан и территория в целом является трудонедостаточным регионом. Количество людей, которые здесь постоянно проживают, местных мало. Структура занятого населения, она состоит следующим образом, что примерно только 30 тысяч человек – это люди, которые трудятся. Остальное – это дети, пенсионеры, студенты и так далее. Вот, конечно, на то количество рабочих мест, которые уже созданы, которые будут создаваться, это крайне недостаточно. И вот в структуру потребностей входят в том числе эти категории. Для того, чтобы врач приехал, вчера на примере одной из поликлиник было показано, да, врачи приезжают, но их не обеспечивает там население необходимым жильем, и они поэтому уезжают. То же самое и проблема здесь. Для того, чтобы человек приехал сюда и работал, нужно, а, хорошая заработная плата, которая соответствует условиям Севера, б, это жилищно-потовые условия, которые нужно создать в рамках границ квартиры, и следующее – это благоприятная, комфортная среда проживания, чтобы вышел из квартиры, и по улицам города было так же хорошо и комфортно. Самое несложное в этой задаче – это обеспечить заработную плату. Это такой менее финансово емкий вопрос, что касается жилья, и вы знаете, что есть контрольные цифры, я их не хочу сейчас называть, чтобы никого не пугать. Есть программа строительства жилья в Магадане, и есть очень активные действия Министерства здравоохранения и демографической политики Магаданской области для того, чтобы сюда привлечь врачей. Поэтому надеюсь, что для Магадана эта проблема будет так же системно решаться, как и это делается в других субъектах Российской Федерации. Поэтому все, что говорилось, мы можем говорить о здоровье, мы можем говорить о жилищно-коммунальном хозяйстве, мы можем говорить о парках, там был вопрос в Тюмени или в Красноярске, что губернатор поехал сразу на место смотреть, где можно построить школу, детский сад. То же самое вопрос строительства школы, строительства детского сада. Мы говорим о комфортности, комфорт это в том числе и доступность всей инфраструктуры социальной. Эта школа должна быть в шаговой доступности, садик должен быть в шаговой доступности, поликлиника должна быть в шаговой доступности, с минимумом ожидания отложенной очереди, чтобы не в два месяца, как опять же там говорили пациенты, так и в Магадане порой бывает, когда долго ждут УЗИ, когда долго ждут приема специалиста, когда долго ждут МРТ и так далее. Поэтому все, что было сказано вчера, это задача для муниципалитета в частности, посмотреть, все ли мы сделали в тех или иных направлениях, которые сегодня волнуют жителей Российской Федерации, независимо от того, в каком уголке они живут.